Вторая молодость предприятия со 135-летней историей. В преддверии Дня текстильной легкой промышленности губернатор посетил хлопчатую бумажную компанию «Нафтекс» в городе Наволоке. Предприятие – лидер по выпуску перевязочных изделий в России – марли, бинта, отрезов, салфеток. В прошлом году производство серьезно переоснастили. Инвестпроект общей суммы 470 миллионов рублей позволил приобрести новое оборудование. В фабрике я работаю уже 29 лет, работала на многих оборудованиях, а вот все-таки дождались новое оборудование, работаем теперь на нем. Раньше мы руками дергали, станки-то пусковые-то были, а сейчас на кнопочки нажимаешь, намного легче, из-за этого только подходишь. Оборудование сложное, меньше механики, больше электроники. Пряжу закупают в Узбекистане, к ней наиболее подходящими оказались китайские станки. Вместе с оборудованием приезжали и наладчики, обучали местных сотрудников. Производительность оборудования. Раньше станки выпускали мы одно полотно на станке. Сейчас, как вы видели, станок может выпускать два полотна, скорость увеличена, производительность. Раньше 300-400 оборотов в минуту станок выдавал, сейчас 600 оборотов. Соответственно, производительность выше. Инвест-проект реализован почти на 80%. Осталось сделать косметические ремонты, привести территорию в порядок. Закончить планируют к декабрю. Но это планы текущие. Из глобальных задач – вывести продукцию на европейский рынок. Основной рынок сбыт – это, конечно, Россия. Но сейчас оборудование, которое остается на этом предприятии, оно, конечно, нацелено на двойное назначение. То есть здесь будут выпускаться продукции, которые будут выпускаться по стандартам Российской Федерации и по стандартам Евросоюза. То есть на одном этом оборудовании мы будем выпускать два разных наименования продукции, которые будут продаваться свободно и на российском рынке, и на рынке Евросоюза. Сейчас мы занимаемся именно подработкой качества выпускаемого товара для Европы. Качество для российского рынка мы уже давно достигли. И оно сейчас одно из самых лучших из производителей Российской Федерации. Благодаря перевооружению на предприятии и рабочих мест прибавилось, причем солидно, целых 700. Теперь новая забота, не хватает людей. О кадровом голоде текстильщики рассказали губернатору на совещание, которое проходило там же на Нафтексе. Павел Коньков предложил более плотно сотрудничать с профучилищами. Это реальная задача при двухстороннем движении. То есть наша задача обеспечить общее среднее образование, набрать людей, их задача прогарантировать им трудоустройство с учетом социального статуса учащихся, обеспечить их нормальным питанием небольшой стипендии. И еще раз самое главное трудоустройство в перспективе. Поэтому мы сейчас посмотрим, как предприятие закрепим за каким-то профессиональным учреждением и постараемся им эту задачу разрешить. К решению вопроса губернатор пообещал привлечь Комитет по труду и занятости населения. А текстильщикам посоветовал указывать реальную заработную плату, размещая информацию о вакансиях, а не нижний порог, как это часто бывает.